Мы бы хотели сегодня попросить вас, поскольку у нас, получается, сейчас марафон Шрилы Прабхупады идет, вот, хотели от вас услышать какие-то вдохновляющие моменты, которые вы могли бы рассказать преданным о миссии Шрилы Прабхупады, как он приехал, то есть это на самом деле, как бы мы по большому счету многие читали, но это очень сильно вдохновляет. Поэтому было бы неплохо, если бы вы нам, как бы, об этом рассказали, вдохновили еще больше нас на распространение. Ну и мы бы хотели потом еще показать вам то, что сейчас происходит на Ясной Поляне, как этот проект развивается. Сегодня у нас где-то около ста человек пришло на эту программу, больше мы не можем собирать. Поэтому вот то, что смогли собрать, то и вам как подношение. А сколько преданных сейчас в Краснодаре распространяют книги? У нас здесь есть человек, который отвечает за распространение книг, Горакри Пабраво. Он здесь присутствует, он может вам сказать об этом. Я думаю, что будет лучше. Хорошо. Пусть он сейчас расскажет мне немножко о Санкиртане. Горакри Пабраво. Гарри Кришна Махарадж, мои поклоны, пожалуйста, примите. Я не готовился совсем вам говорить о Санкиртане. Вот, ну, мы активно выезжаем. У нас группа Санкиртана в нашей группе, у нас есть в WhatsApp группа Нектар Санкиртаны. И там примерно около 35 преданных. Вот, не все распространяют. Вот, но активно. Пять пробуд. Вчера выходили еще Матаджи. К нам не так давно приезжали сестры Ранга Найка, Ранга Прия. Они очень вдохновили здесь преданных на распространение. И преданные выходят сейчас. Вот, вчера, и я точно не знаю, сколько вчера Матаджи выходило на программу Санкиртана. Подскажите, кто помнит. Пять. Пять. Вот, пять Матаджи вчера выходило на Санкиртана. И мы вот активно по выходным выезжаем. Вот, вчера выезжали в Майкоп. Много книг у нас взяли там. Сегодня выезжали в Славянск. Расскажи коротко, как люди реагируют сейчас на Санкиртану во время пандемии? Ну, по-разному реагируют. Сегодня не было таких случаев. А вчера мне один встретился парень, он говорит, маску носить надо. Вот, а так хорошо. Вчера были вот очень интересные истории. Вот я бы хотел Александра Фрабу попросить рассказать. У него вчера просто две истории были, просто невероятные. Я вкратце тогда расскажу. Ну, он вчера выходил в третий раз на Санкиртану. И ему было немножко неловко. Я ему подсказал, говорю, вот, ну, просто молись Кришне, молись Господу. Вот, как-то Господь проявится. И он начал молиться, молился. И тут к нему подходит мужчина, говорит, что за книги у тебя? Он показывает ему книги. Он говорит, давай книги сюда, давай. И берет одну книгу, давай еще, говорит, книгу мне. Что еще, блядь, почитать? Ну, вторую книгу, потом третью. И так он его комплект взял. Вот. И немного позже к нему подошла женщина. И то же самое было. Она говорит, что за книги? Я вот как раз ищу, говорит, давай, говорит, что там у тебя? И взяла у него еще несколько книг. Вот. Ну, такие истории. Лока Сакши Кришни, правда, тоже интересная история вчера. Была, ну, что-то преданное не готово как-то подходить. Вы можете послушать Махараджа. Вот, да, Махарадж, мы хотели бы вас послушать. Я хотел вас послушать, и вы меня, хорошо. Будем друг друга слушать, хорошо. Это взаимное вдохновение. Когда я слышу, как преданная книга распространяет, конечно, мне жить хочется и дальше, и проповедовать. В новом храме, так сказать. Ну, я прочитаю, поскольку вы не подготовили текст никакой, да? То есть, произвольно я прочитаю из третьей песни Шримад Бхагаватам, из шестнадцатой главы, «Джай и Виджай, проклятые мудрецами». Здесь тексты посвящены Господу. То есть, мудрецы видят перед собой Господа воочию. Это нередкий случай на страницах Шримад Бхагаватам, когда кто-то видит воочию Верховного Господа. Поэтому, когда нас спрашивают, а кто видел Господа, а кто видел Бога, мы говорим, вот, четверо кумаров видели Бога, Аржуна видел Бога, Хишмадев видел Бога, Кунти видела Бога, Нарадамуни видит Бога постоянно. То есть, есть такие существа на таком уровне, которые всегда видят перед собой Господа, или время от времени встречаются для преданного служения с Ним. Здесь такой момент редкий в жизни четырёх кумаров. Они становятся из имперсоналистов преданными. Это такой, знаете, очень серьёзный поворотный момент в жизни, потому что чувства, они меняют направление. Ум меняет направление, разум, жизненная сила. Всё меняет направление внутри человека. И все процессы материальные, они направлены как-то во внешний мир, а вот Бхакти — это внутрь. Так Прупада писал одной из своих учениц в письме. Он писал, «Ты должна знать, что духовный мир находится в твоём сердце. То есть, не ищи его, вовне где-то в сердце. И вся наша деятельность в этом мире, она направлена на то, чтобы увидеть Господа в сердце. Мы слушаем Шимадбхагват, чтобы услышать в сердце. Приманджана, Чарита, Бхакти, Вилла, Чанена, Прупада». Часто этот стих цитируют из Брама Самхиты, что только глазами любви можно даже внешний мир видеть, как энергию Кришны, все проникающие. Собственно, это вот начало осознания Кришны, когда мы понимаем, что Бог все проникающий, Он безграничен, Он повсюду, во всём. И вот именно на этом принципе построена Санкирта, на проповедь Движения Господочитания. Этот принцип называется «Югтаварагья». Когда мы абсолютно всё, что можем, занимаем в служении Кришне. Современные технологии, современные машины, здания, деньги. Всё, что создано материальным миром, как нечто иллюзорное, временное, мы можем реально использовать для блага. Это движение Санкиртаны. Это направление нашей жизненной силы. Откуда оно исходит? От осознания того, что Господь безграничен, Он на самом деле присутствует во всех живых существах, во всех странах, во все времена, во всех формах жизни, человеческих и нечеловеческих. Поэтому преданные, достигшие уровня, определенного уровня сознания Кришна, они распространяются без ограничений. Всем дают шанс, материалистам, и религиозным, и нерелигиозным людям, невзирая на национальности, возраст, происхождение, карму человека греховную или благочестивую. Это сознание Бога. И, собственно, Прупад нам дал вот этот процесс, миссию, чтобы мы могли быстро осознать Кришну в этой жизни. Он дал нам Юг Таварабью. Все, что у меня есть, говорит Бхактюна Такур, манасадягогиходжокийчумор, арпилутува таданандакишор, все, что у меня есть, говорит, и дом, и семья, и мой собственный ум, я отдаю тебе анандакишор, посвящаю тебе. Юг Таварабья этот принцип ввел Бхатистан Сарасвати, собственно, он жил уже по такому принципу. Этот же принцип использовал Шила Прупада, когда пересек океан, вопреки убеждениям смарта-браманов, каким-то утверждениям шастра, допустим, что Саньяси не должен пересекать океан, не должен пользоваться технологиями материальными. Иногда говорят, что Саньяси не должен поощрять свадебные обряды. Это также в Гитте Прупада упоминают об этом, что с точки зрения Юг Тавараги всё это можно занять в служении Кришне. И он проповедовал в тех местах, куда бы никто не приехал из высокодуховных людей, отречённых, которые следуют правилам отречения, которые находятся в Знании. Я слышал эту историю, что кто-то из великих йогов в Индии, он говорил о Прупаде таким образом. Нам, говорит, непонятно, великим йогам и мистикам, непонятно, как один человек мог уехать в западный мир и изменить этот мир, повлиять на него, не поддавшись влиянию того мира. Потому что если вы даже просто рядом с человеком стоите, с материалистом, то вы попадаете в биополе, которое где-то метр-полтора вокруг человека находится, и вы автоматически оскверняетесь, просто даже если молча стоите. То есть мы в мистике прекрасно это знаем, мы живём как отшельники, мы не общаемся с людьми, мы знаем, как это сложно, поддерживать эту свою чистоту, аскезу, чтобы не потерять плоды аскезы. Сколько это требует усилий, но ваш духовный учитель поехал в западный мир, в это нечистое место. С духовной точки зрения, это просто какая-то пропасть, где нет границы предела этому греху и мыслям греховным людей, привычкам. И он не осквернился, а ещё и наоборот, он ещё многих очистил там. Вот это движение «Юкта-варагья» называется. Всё, что мы имеем, используем в сознании Кришны, так это защищает нашу душу и приносит благо всем остальным. То есть процесс, он благотворен для исполнителя и для тех, кто получает книги «Юкта-варагья» и что важно, важно то, что это делают преданные. Не так, что есть какой-то конвейер магазинный, допустим, там есть книги, пожалуйста, покупайте любые книги. Что происходит с человеком, когда он приходит в книжный магазин? Да, он любит читать, наверное, он смотрит разную литературу, он видит, что есть много книг, которые он не читал ещё, есть какие-то новинки, он всегда ждёт что-то нового, он видит так же Багавадгиту, есть Шимон Багавадгиту, что очень благоприятно, но есть трудность. Трудность в том, что в книжном магазине книги преподносятся все на одном уровне по разделам, там не выделяются особым образом, скажем, какие-то трансцендентные литературы, например, на высшей полке, на алтаре, где пуджа проводится, им каждое утро. Они не стоят на золотом троне, они стоят на прилавке под рубрикой «Эзотерическая литература». Понимаете? Багавада, один из писателей, там выглядит так, для читателя получается. Поэтому он не получает самскара ещё должной. Хотя книга имеет полную ценность, но очень важна самскара. Впечатление духовное получить, чтобы читать эти книги. И вот эту самскару именно дают преданные на улицах. На улицах или в офисах, не знаю, в квартирах, куда он не придёт. И все, кто видит такого преданного, получают определённую самскару. Невольно даже, неосознанно. Когда-то я распространял книги в Новый год, уже марафон кончался, и это было на Урале. Да, это было давно, вот этот пример. И я ходил по каким-то офисам, причём, знаете, это были 90-е годы, начало. Ну, никакого порядка не было там, можно было зайти куда угодно, сделать всё, что угодно. А тут уже 31 декабря, уже вечер, уже 10-й час, по-моему, был, я всё ещё ходил с книгами. Я зашёл в какое-то здание, там были какие-то офисы. И там были все пьяные люди в каждом кабинете. То есть люди уже готовились встречать Новый год, они там уже друг друга поздравляли, разливали шампанское, другие вещи. Были на веселе. Вот я вошёл в один офис, там застолье, я говорю, вот покупайте книги, книги духовные, что-то стал говорить вдохновенно. Но эти пьяные люди на меня смотрели, говорят, слушай, говорит, парень, ну ты как тут не кстати, тут Новый год, понимаешь, а тут какие-то у тебя, какая-то йога, слишком серьёзная тема какая-то, знаешь. Вот в другой раз приходи, но они по-доброму, я их поздравил с Новым годом, всё, по-человечески. Я говорю, хорошо, я рассмеялся вместе с ними, говорю, хорошо, я никогда в руку пришёлся, да, действительно, просто хочу вас поздравить с праздником. И знаете, одну хорошую вещь хочу для вас сделать, вот просто, секунду займёт. Вот посмотрите на портрет вот этого человека, я открыл там иллюстрации, там про упаду крупным планом его лицо, он смотрит на цветок в руке, этот крупным планом его портрет, глаза опущены. Я говорю, вот посмотрите на лицо этого человека, и этот год у вас будет удачным. И знаете, я смотрел на лица людей, они смотрели на эту книгу, я хорошо видел их глаза, как если бы они смотрели в мои глаза почти что рядом. Знаете, эти люди как будто бы протрезвели на какой-то момент. Вот такая тишина, они такого не видели, понимаете, такого лица, наверное, никогда в жизни не видели. Это было несколько секунд, наверное, 2-3 секунды буквально, это была такая стагнация у них. А потом кто-то спросил так тихонько, «А почему мы получим это благо?» Я им говорю, «А потому что на этом лице нет вожделения». Они говорят, «А почем книги-то вообще?» Я не раскупирую, у меня все книги, которые были. Это называется «Самскара». То есть, да, какие книги? Сейчас Новый год, сейчас читать это потом, сейчас просто мы веселимся, поздравляем, сейчас вот такой момент времени, знаете, торжественный, какие-то книги серьезные. Это потом. Но вот «Самскара» есть, понимаете? Эта «Самскара» говорит, так это прямо, это же здорово, это впечатление. И вот преданные способны нести вот эту «Самскару», это и есть проповедь. Мы не просто книги распространяем, это высшая благотворительная деятельность. Мы распространяем сострадание, любовь вместе с этим. Мы распространяем свою преданность или праупаде, свою оценку этих книг. ценность этих книг, поскольку мы сознаем эту ценность, сознаем праупаду, сознаем Святое Имя. И людям очень важно получать вот это впечатление, если даже эта книга стоит на полке, не прочитанная все еще, ведь даже через год происходит удивительная вещь. Люди, когда смотрят на книжную полку и видят там Бхагавадгиту, они вспоминают того человека на улице, такого, который, знаете, был счастливый такой, который продал им эту книгу за пожертвование. Они вспоминают Кришну, это Самскара. Поэтому, конечно, кроме преданных, никто не может так эффективно распространять духовные знания. И у нас, конечно, есть ответственность, раз мы себя называем преданными, то мы должны распространять, мы понимаем это, что это наш долг, потому что никто, кроме нас, это не сделает. И сейчас марафон Шалправупады. К этому времени, вы, наверное, знаете статистику, за все время ИСКОН, распространено более полумиллиарда книг Шалправупады. Ну, считается это серьезный уже, серьезный вклад в жизнь, как бы, планеты, всей общества. Это уже влияние можно чувствовать. Мне сегодня прислали ссылку, вот, президент России цитирует священное писание из четырех источников. Процитировал из Библии, процитировал из Корана, процитировал из Тора, и процитировал что-то из буддистских писаний тоже. О чем? О любви к человеку, о любви к ближнему. Представьте, если президент страны, цитирует священное писание, наступает другая эпоха. Это самый явный признак, что эпоха наступает, благоприятная. Потому что это, собственно, долг каждого президента быть рад жаришь и быть святым царем. И вот то, что мы сейчас видим, мы должны удивляться этому. Могу удивляться, такое нам и не снилось, скажем, когда я еще был молодым. Нам такое не снилось, что президент или генеральный секретарь, секретарь ЦК КПСС цитировал священное писание из разных источников и говорил о любви к ближнему. Это было немыслимо просто. Это невозможно было представить. И все эти годы было так сложно. Так сложно добраться до интеллектуальных людей, до людей влиятельных. Но теперь у нас, смотрите, столько книг распространено. Они хорошо изданы, они хорошо переведены, они распространяются, передают самскару. Мы еще строим какие-то центры, мы делаем для людей семинары много, мы занимаем интернет, это все, Юг Таварагья. И постепенно становятся частью, частью жизни общества. Это наши, говорит, русские кришнаиты, они говорят. Это наши, исконно русские. Мы еще смеялись. Исконно, да, мы исконно, исконно русские. Вот так мы смеялись, что люди постепенно это принимают благодаря вот этим самскарам. И я прочитаю текст из Шимадбхагаватта, из третьей песни, вот тут Джайи и Виджая, прокляты мудрецами, текст 24-й. Дорогой Господь, являясь средоточием благости, ты охраняешь благой путь от разрушения. Заботясь о благе всех людей, твоей всемогущей энергии ты уничтожаешь зло. Ты владыка трех миров и хранитель Вселенной. Поэтому твое смирение нисколько не умаляет твоего могущества. Напротив, выказывая подобное от смирения, ты получаешь трансцендентное удовольствие. Дело в том, что Господь выразил почтение браманам, прославил браманов. Верховная Личность Бога, смотрите, выражает почтение браманам. Те, кто стремятся постичь абсолютную истину, становятся объектом поклонения Господа. Какие удивительные отношения с Богом, да? Мы можем войти, распространяя книги Швапрлупады, проповедуя, учения Бхагавадгиты. И Кришна в Бхагавадгите тоже говорит, что нет, слуги дороже для меня и никогда не будет, чем тот, кто распространяет это послание, которое он рассказал Арджуне, и которое Сан-Джай пересказал в Бритараштве, и которое записал потом в Ясадевар, в Махабхарате. Махабхарате считается сейчас в Кали-югу лучше, чем Пурану даже. В Пурану трудно поверить человеку. Махабхарата, она наиболее рекомендована. И вот часть Махабхараты главная, собственно, это Бхагавадгита. Собственно, с этой главной цирью была написана вся Махабхарата, представьте себе. Это Бхагавадгита Пропада прокомментировал, объяснил, как это делали предыдущие Ачарьи, выложил еще что-то особое, чтобы это было понятно для современного человека, современного мира. И завещал нам это знание, завещал нам не просто распространять, мы процветаем на этом распространении. Мы сами процветаем, это завещание, понимаете, нацеледство Пропада получаем таким путем. Не деньги, нет, мы несем знания, которые Пропада передал, а все остальное просто приходит к человеку. Все, вся удача в жизни в этом заключается. И, конечно, этот принцип Юктавараги он несколько скользкий. Не каждый может занять все в сознании Кришны, чего-то мы остерегаемся. Но есть такие могущественные преданы, как Сила Пропада, они действительно дали пример совершенно невероятный, как Пропада распространялся на них Кришна в Америке и по всему миру. Действительно, это Юктавараги, это чудо. Оказывается, все, что в Кали-Югу существует и ведет деградации, все это может привести к освобождению человека, если добавить туда сознание Кришны. Поэтому что-то мы с вами можем сейчас принять для проповеди, что-то еще не можем принять для проповеди. Но постепенно мы будем сильнее и сильнее, и мы сможем еще больше принимать что-то для проповеди, еще больше расширять наши движения. Сначала в наши движения входили только те, кто мог повторять 16 кругов Махамантры. Остальные никак не могли, потому что не повторяли 16 кругов Махамантры, не было другое отношение совершенно если человек вообще не повторял мантру то ну никакой был для нас совершенно пустое место сейчас мы говорим есть друзья кришна оказывается если ты повторяешь четыре круга мантры мы диплом даем признаем ведь а 8 кругов еще диплом медаль уже 16 кругов все это уже такой серьезный преданный достоин поклонения немножко расширили свое представление раньше считалось что работе на кармической работе это просто мая теперь мы все работаем практически и служим кришне продолжаем и знаем что это на столе не господа читание махапрабу но раньше мы не очень могли это делать сейчас мы можем больше чего-то делать теперь мы строим такие большие храмы в краснодаре представьте тоже ну кто мог при себе представить что в краснодаре будет такое здание и будет использоваться в служении кришне вообще юг тавараги не знаю как оно называется у вас сейчас храм не храм но для меня это как-то не имеет значения важно что вы это занимаете в служении кришне вот это для меня лично важно а как будет называться сами решите там храм или не храм или на махат или бактивирикша будет под большой крышей не знаю важно чтобы не было конкуренции а что было сотрудничество важно чтобы мы понимали зачем все это и для кого все это если ты все для кришны для шила правопады то в этом нет противоречий все что мы делаем для себя однако будут будут вызывать конфликты поэтому юг тавараги мы все занимаем служение кришне все отдаем кришне и шри правопаде это и есть как бы наше наше наследство правопады бескорыстное любовное преданное служение и господь здесь говорится он средоточие благости он охраняет этот путь бескорыстного служения лично лично потому что преданное себе не заботятся толком поэтому они заботятся на сам верховный господь конечно он заботится по-разному не то что спускается с неба и заботится лично о нашем здоровье но он может дать нам разум может дать нам счастливый случай может дать нам хорошее общество преданных и так далее он может все необходимое дать чтобы мы жили счастливо в этом мире и были защищены на чтобы наше преданное служение было защищено и вот он заботится о благе всех людей говорится не только преданных но всех тут четверо кумаров наблюдают видят его трансцендентную форму они говорят что это для всех это не просто для для какой-то элита элитной группы людей браманов или особо ученых одаренных это для всех живых существ для всех людей это сознание бога приносит благо каждому и она конечно по-разному проявляется сознание бога в разных традициях на однажды один преданный в начале движения еще он вспоминает о шлип рупаде он рассказывает что он изучал западных философов до того как встретить пришел правопаду изучал западную философию и он понимал что там очень умные люди размышляли тоже над смыслом жизни над абсолютно истинной и вот у него появился вопрос про упаде он сказал его волновал этот вопрос шел правопада а вот и западные мыслители философы видны яркие скажите у них есть какое-то сознание кришна сознание бога или нет я ожидал что правопада сказать что это все мая там нет кришны и так далее но как он ответил меня вдохновило очень сильно сильнее чем я предполагал он сказал что их сознание кришны в их искренности насколько не искренне искали абсолютную истину размышляли писали это это их сознание кришны это уже как принимается хорошее начало то есть правопада ценил видите все эти вещи он видел что сознание кришна она по-разному проявляются у разных людей она у всех как-то проявляется не только у преда преды знают слово кришна и имя кришны обитель кришны качество кришны есть преемственность парампора нам очень просто у людей это появляется проявляется по-разному как поиск как о смысле жизни что они пытаются тоже улучшить свою жизнь нести какое-то добро то есть какие-то элементы благости это тоже тоже какие-то искорки любви человек этому склонен любой то есть вам человек это любовь к богу дремлет говорится здесь говорится что он желает блага заботиться о благе всех людей потому что человек предназначен для того чтобы развивать это сознание кришны он купит бхагавадгиту он может быть сразу преданным не станет но он извлечет что-то полезное оттуда каждый человек один раз прочитал бхагавадгиту даже немного уже что-то полезное для себя извлекает и идет делать что и удивительно эта книга как руководство к действию один человек он там попал сложную ситуацию и не знал что ему делать уйти из этой ситуации или продолжать как-то сражаться и я им процветил стих из бхагавадгиты сражайся во имя долга не думая победе и поражение все понятно вот гадис мудрая книга я понял что нужно сражаться но не для себя я продолжаю все это делать все видите это бхагавадгита он один стих услышал и уже знает что делать и может быть пока он еще не понял кто говорит и о чем там смысл высший смысл бхагавадгиты но он уже общается с богом это уже сознание кришны и постепенно постепенно таким путем человек он развивает свое сознание кришны и становится уже чистым преданным то есть приходит к имени к имени кришны это уже чистый преданный кто берет обеты воспевает каждый день посвящает свою жизнь воспевание святого имени и проповеди на эту же кульминация высшая ступень как бы совершенства а до этого как бы есть еще разные методы и пути которые помогают человеку добраться до этой высшей ступени как видите говорится карма йога бьяна йога штанга йога бхакти йога посвяти весь разум и ум и душу до погрузить меня полностью буржит со мной но если не можешь так тогда действуй по-другому если не можешь так действуй еще по-другому еще 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 тут гита дает нам такой широкий спектр вот это юг табараги называется весь спектр мы можем занять служение кришне во всяком случае в своей жизни у нас есть и физическое тело мы его занимаем и наши эмоции и чувства мы тоже должны занять служение кришне и разум есть мы тоже его занимаем служение кришне и наша душа конечно же да в конечном итоге мы хотим чтобы душа была вовлечена этот процесс полностью погрузилась душа человека это означает что у него нет больше другой занятости другой цели это означает что душа вовлечена в преданное служение если вовлечен ум то он думает что нужно что-то еще мы конечно служим кришне нужно что-то еще делать еще много чего нужно делать кроме этого но постепенно постепенно вовлекаемся в преданное служение и кришна сам защищает этот путь говорится он дает разум необходимость чтобы все наши остальные стороны жизни тоже были защищены если мы на пути кришне если у нас одна цель все остальное не важно у нас могут отличаться сомнения подходы носить цель 1 можно считать что это одно общество это одна семья бога здесь не будет конфликтов потому что цель одна и та же поэтому все что мы делаем должно быть но с одной и той же целью и так мы избежим серьезных разногласий болезненных ситуаций глубоких глубоких потрясений предок не должно быть в жизни так поверхностные там неприятности могут быть но глубокие потрясения не бывает на этом пути потому что это чистый духовный путь и он защищен свыше как здесь и говорится каждый из искренних преданных становится объектом почитания самого господа до каждый кто развил браманические качества кришна поклоняется ему такому человеку здесь говорится он поклоняется чтобы всем другим показать как нужно относиться к таким людям ну что он выше объект поклонения но он это делает потому что от этого зависит благосостояние всего общества благополучия от браманов и коров поэтому мы распространяем книги таким образом мы можем постепенно увеличивать класс браманов усиливать в обществе и класс тоже управляющий класс становится сильнее когда читают эти книги так что хорошая новость что вот в преддверии нового года президент страны процитировал четыре цитаты из разных священных писаний перед всем народом о любви к ближнему вот мы тоже это поддерживаем и ради любви к ближнему мы также даем бхагавадгиту учения о кришне о любви к богу о любви ко всем живым существам о преданном служении который еще не ведом многим людям что можно всю жизнь прожить бескорыстно из любви к богу и так предны могут впечатлить многих людей читать эти книги и жить по этим книгам ну вот несколько слов я сказал я не знаю насколько интернет сработал у нас сегодня все ли было слышно арибол может быть сейчас есть какие-то вопросы да интернет хорошо было слышно вас спасибо вам большое мы хотели вас поблагодарить за такие теплые слова которые вы поделились и своей реализацией и ашнекровом паде сказали у нас есть здесь несколько вопросов можно сейчас вам зачитаю один по очереди хорошо да вопрос хочется поделиться в интернете тем что сознание кришна вдохновляет хороший ли это вид проповеди и что еще нужно к этому виду добавить да это очень хорошо пропада хотел этого он просил у своих учеников писать статьи в журнале back to godhead они и спрашивали пропада но а что мы напишем мы же не еще не знаю философию как вы насколько мы квалифицированы писать журналах статьи пропали просто напишите как это хорошо для вас и почему это хорошо для вас и публикуйте эти статьи это это хорошая проповедь как вы счастливы в сознании кришны допустим напишите или у вас куча проблем наоборот в сознании кришны раньше было все хорошо но надо разобраться вот если вы думаете что это хорошо для вас напишите и скажите людям это так здорово почему это здорово ну вот потому потому и потому это потрясающая проповедь Так, еще как раз вот вопрос, как раз сопутствующий этому вопросу был. Как бы сейчас проповедовал Шелаправупада с учетом всех возможностей современных технологий? Какие виды проповеди вы сейчас видите как самые эффективные? Ну, самые эффективные с точки зрения технологий, конечно, интернет. Если каждый преданный, а у нас уже десятки и сотни тысяч преданных в России, если каждый преданный в интернете скажет, как хорошо сознание Кришны, представьте, какая будет проповедь мощная. Это не просто будет минуты 2, 3, 5 или 15, это будет постоянно находиться в интернете и просматриваться потом десятки лет. И будет добавляться еще больше, и настанет время, что места свободного не будет, везде будет приятно говорить, как хорошо в сознании Кришны. Это вот одно преимущество, что есть интернет, и мы можем вот так вот одну программу хорошую сделать, а потом 10 лет люди будут смотреть, например. Это хорошая проповедь. Другая вещь, другая вещь. Рупада хотел, чтобы наша проповедь была научного характера, чтобы мы могли объяснять этот процесс людям. Не просто давать им веру религиозную, а давать им научное объяснение религиозных принципов, нашей практики, образа жизни, медитации, святого имени и так далее. Чтобы мы не распространяли какую-то очередную религию. Проповедь не хотел этого. Говорит, нет, я не привез вам очередную какую-то религию новую, которых так много в мире уже. Я вам принес то, что вы давно забыли. То есть нужны реальные взаимоотношения с Кришной. Вот эти вещи. То есть мы можем непосредственно почувствовать Кришну через Святое Имя. Вот что нужно людям сейчас. Непосредственное чувство. Почувствовать нужно им. Они знают много, слышали, а вот почувствовать не могут. Счастье вот это. И вот преданные должны распространять таким образом научно, давая убеждения людям, чтобы они почувствовали. Поэтому Пропады считал, что, конечно, проповедь института Бхактивиданту на ставку делал большую на эту проповедь, что это будет при помощи научных каких-то методов распространяться в сознании Кришны. Есть много способов, на самом деле, как распространяться в сознании Кришны. Много методов. Пропады говорит, даже можете изобретать методы. Он говорит, что последователи Господочитания были мастерами в этом. Они изобретали эти новые методы распространения. Так добились успеха. Именно таким путем. И нам Пропада завещал, ночами не спите и думайте, как привлекательно распространяется сознание Кришны. Есть очень много разных форм. А суть, конечно, мы не меняем. Суть послания остается вечным. Я заранее прошу прощения. У меня, может, вопрос личного характера. Но у меня отец недавно тело оставил. И такой вопрос. Я живу на 2000... Ну, родом в Малой Родине. Родился 2000 километров отсюда. Прилетел туда. И лет 7 я не виделся с друзьями, которыми, так скажем, мы проходили в 90-е годы. Ну, так скажем, на улице. Так скажем, ну, как сказать, шпана такая была. Вот. И вопрос такой. Значит, они поддержали очень сильно там и финансово, и все позаботились там. Ну, как сыновья, как будто моего отца там... Ну, то есть, помогли в похороне. Вопрос следующего характера. Как бы... После они организовали встречу. Я сказал, что я не пью, ну, как бы, и тому подобное. И поминки не разрешают делать с мясом, с водкой и так далее. Они, ну, на шутке говорят, Ну, у нас просто встреча, это не поминки. Мы с тобой хотим встретиться. Ну, я как бы привез с собой просад. Здесь, в храме, в Краснодарском, взял сладости. Ну, так достаточно. Вот. Я их порезал еще на как можно меньше кусочки, чтобы они домой еще женам, детям унесли. Вот. И при этом травяной чай пил, как бы. Они общались, рады были увидеть. Я их, честно, тоже рад был увидеть. То есть, было очень, ну, много тепла. Ну, чувствовалось, несмотря на то, что они там выпивали и так далее. Вот у меня вопрос такого характера, как бы. Ну, и они говорят, хотя бы приезжай раз в год. Ну, очень по тебе скучаем. А в начале вот лекции вы сказали, мистики, йоги говорили, что за полтора метра уже начинает, ну, ты, как сказать, их поле, тебя начинает, ну, туда ввязываться. Ну, я почувствовал, как бы, ну, элемент такого, ну, какой-то страсти, веселья, ну, такое, да, вспомнил былое, как мы там гуляли, что-то вспоминали. Но суть, ну, внутренней сдержки остался у меня такой, что я хочу им благо принести. Мы на следующий день пошли в баню, ну, то есть, общение было такое веселое, интересно. Вопрос такой, как бы, насколько это будет, если я, ну, буду с ними встречаться, они будут вот так выпивать, да, там, а я, ну, буду травяной напиток, и я буду с ними как-то общаться. Насколько это, ну, как бы, я недавно только получил инициацию, в прошлом году у вас на Садху Санги, еще только, как говорится, начинающий. Насколько это будет влиять, если я буду с ними вот так общаться, ну, то есть, как-то там, не знаю. Насколько это критично вообще? Если раз в год будешь общаться, то ты их спасешь. Если будешь общаться каждый день, то они тебя спасут. Если раз в год ты встречаешься, раз в полгода, раз в год ты с ними встречаешься, они будут видеть разницу, что ты меняешься, они будут под впечатлением находиться твоего духовного роста. Но если, скажем, каждый день общаться, то они тебя стянут. Или каждую неделю так вот общаться, они тебя стянут. Поэтому отрегулируй это общение. Ты уже им дал начало, самскару просадом угостил, они уже увидели твой травяной чай. Тебя увидели, уже получили самскару. Ты уже зерно заложил. Спасибо. Может быть, есть вопросы, пожалуйста, если кого-то есть, подходите. Харикришна, Частанин Чандра-Чаран Прабу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время стал замечать, я живу с преданными, что бывает, домой приду и, допустим, просто скажу кому-то харибол. И это так грубо звучит, но мне преданные говорят, что, блин, ты что так грубо говоришь? И вот в последнее время я стал много кого задевать и стал замечать, что и меня как бы стали задевать. Вот откуда-то это появилось, буквально там несколько недель назад. Ну вот как вообще, стоит ли над этим работать, говорить мягче, стараться, или просто забываешь, просто заходишь, как бы харибол, а говорят очень грубо сказал. Как вообще над этим работать? Твоя интонация будет зависеть от походки твоей. Если ты мягче будешь шагать, то мягче говорить будешь. Это как в армии. Раз, два, раз, два, раз, два. И они так поют тоже, знаете, так это ритм, ритм, это танец. На Вайкунхе каждый шаг, танец, каждое слово, песня. Поэтому если будешь танцевать, будет все хорошо. Простите, это, ну, я немного глуп еще. Это правда или что? Ну или как? Действительно работать над походкой? Конечно. Это правда, потому что речь идет об умонастроении. Настроение зависит от нашего поведения. Поэтому если ты будешь, как бы, ну, мягче себя вести в поведение, осторожнее будешь относиться, внимательнее будешь относиться к окружающей среде, у тебя изменится также интонация. Понял, спасибо. А еще вопрос. Как всегда помнить о Кришне? Вот я последнее время слушаю об этом, что нужно помнить, нужно. Но как вот всегда о нем помнить? Ну вот, например, Шикха помогает помнить. Каждое утро ты завязываешь Шикху, если она у тебя есть. Или Кантималы носишь, тоже это помнишь Кришну. Тилаки ставишь каждое утро на 12 частей тела. Особенно на утренние программы. Ну и самое важное, конечно, как ты внимательно повторяешь святые имена. Если ты внимательно это делаешь каждое утро, ну, с полной отдачей, так скажем, да, как ты можешь, то в течение дня ты не забудешь Кришну. Это главный момент. Также книги, когда читаем, обсуждаем, это все к пометованию относится. И, может быть, ты что-то делаешь, какую-то работу выполняешь, ты не думаешь конкретно о Кришне, но умонастроение у тебя будет духовное, потому что ты слушал джапу, читал книги этот день, ставил тилаки, ты думал о Кришне, ты зарядился как бы, да, как бы батарея заряжена называется. Потом ты батарею отдаешь, снова заряжаешь. И вот так мы практикуем. Спасибо. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, Гурма Хараджи, спасибо вам огромное за такое чудесное общение. Скажите, пожалуйста, возможно, от вас услышать наставление а вот вашим ученицам, которые только начинают выходить на Сан-Кирку, вот именно, что касается Матаджинской Сан-Кирки. Спасибо. Это хорошее время перед новогоднее. Люди более, ну, добрые, что ли, в это время желают блага друг другу перед Новым Годом, конечно же. Вот, что еще? Не выходите в одиночку. Распространять книги женщины всегда должны быть два-три человека вместе. Ну, можно по разным сторонам улицы, но где-то рядом быть. Вот, это для безопасности очень хорошо. Что еще? Красиво одеваетесь на Сан-Киртену, но без вызова. Без вызова. Но красиво, культурно. Улыбайтесь людям всегда по-доброму. И сейчас пандемия, и многие люди просто, ну, ждут этих книг на самом деле. У них есть вопросы жизненные, важные они. Иногда вы можете прямо с людьми поговорить, если они там душу раскрывают, немножко вы можете их послушать тоже, посочувствовать там, как-то успокоить, дать книжку, то есть так по-человечески к людям отнестись. Время сейчас очень хорошее, если кто-то начинает Сан-Киртену на марафон, это очень хорошее время, декабрьский. Вы многому научитесь за этот месяц, больше, чем за многие годы, без Сан-Киртене. Спасибо вам огромное. Да, не забывайте тепло одеваться, тепло одеваться на улицу. Потому что, когда вы распространяете книги, вы забываете про холод, вот, и так можно заболеть, поэтому одевайтесь хорошо, тепло. Спасибо большое, Олег Крюсин. Олег Крюсин, может быть, еще у кого-то есть вопросы? Синтематозащих. Ближе, ближе сюда давай. Все, что было. Дорогие, махарашки, у вас тут какое правильное состояние генера, когда выходишь на Сан-Киртену? Не слышно? Чуть-то громче. Да, да. Какое правильное состояние внутреннее для Сан-Киртену? Пытаюсь его нащупать для себя, но не всегда оно комфортное, чтобы комфортно принимать любую реакцию людей, потому что не всегда получается уловить вот это гармоничное состояние, чтобы с ним идти к людям. нет, у тебя уже получается что-то. Это состояние должно быть отречения. Мы не знаем, какой человек перед нами, мы не знаем, что он сейчас скажет, как отреагирует. Мы отречены от ситуации, мы ко всему готовы, видите? Мы не привязаны. Как Рагуна отдаст Госвами, он когда принял Сан-Ясу, он сидел на дороге, это сын миллиардера. Он сидел на дороге, вы набедали на повязке, с протянутой рукой, просил подаяния. И люди все говорили вокруг, вы знаете, что сейчас с Рагуна отдаст Госвами, сыном такого-то, такого-то миллиардера, он сейчас там на дороге сидит, просит подаяния, он принял Сан-Ясу. Вау! Все говорили, как это возможно? Пойдем посмотрим. И давали ему подаяния. А он думал, что я тут сижу, собираю, как пошлину собираю от людей, и думаю, вот этот человек хороший, который дал мне подаяния, этот не очень хороший. Ему стало стыдно, и он ушел с этой дороги. И пошел к храму Господа Джиганадхи. А там, конечно же, столько просада, просто выносят на улицу, так много, можно брать просто и есть, не сидеть на дороге, ни у кого не просить. Он приходил туда, брал немножко Маха Прасады, и так жил. А люди продолжали следить за ним и говорили, а вы знаете, где он сейчас? Его там нет больше на дороге. Где он? Как он живет-то вообще? А он теперь только Маха Прасады Господа Джиганадхи ест, и больше ни от кого не зависит. Потрясающе! Все восхищались его отречением. А он думал, а что я сюда хожу, как в бесплатную столовую, регулярно питаюсь? И ушел вообще куда-то подальше, куда этот уже Прасад выбрасывали, знаете, он уже такой был несвежий, вот эти несвежие остатки, их никто уже не ел, и их выбрасывали в одно место. Вот туда он ходил, к этому отхожему месту, брал немножко риса, такого скользкого уже, несвежего, промывал в ручье, от этой слизи, вот эту сердцевинку еще годную, и он съедал горсть риса в день. И Господь Читания пришел туда, к нему. Но он не пришел к нему на дорогу, он не пришел к нему, где раздавали Маха Прасад, Господа Джаганатхи, он пришел туда, где он промывал скользкий рис, и сказал, ты ешь такую ценность, и даже со мной не делишься. Я тоже хочу этой пищи, вот это настоящее твое отречение. Ты ничего ни от кого не ждешь. Ты всем выражаешь почтение, а для себя ничего в обмен не ждешь. Поэтому книгу предлагаешь с почтением, ты выполняешь свой долг, улыбаешься, ты желаешь блага, ты желаешь, чтобы люди получили трансцендентное знание, у тебя есть это самскара, ты даешь это людям. А они неизвестно, как отреагируют, но ты не ждешь ничего. Поэтому, когда ты видишь, что человек просто в руки книгу взял твою и держит, ты уже счастлива, неизмерима, потому что ты этого не ожидала просто. Я сначала купил, ты думаешь, что перед тобой святой человек, вообще, ты в сердце кланяешься такому человеку. Ты знаешь, какое счастье? Вот в таком настроении распространяю книги. Спасибо большое. Спасибо. 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 . . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . . Гориш. СGet hơn, скажем как только начинаю, он тоже еще этих книг не читал, не было книг таких. Тогда предные интуитивно находили ответы в сердце. И вот я его спрашиваю, как нужно читать мантру? и мне так интересно, знаете, узнать от него, потому что он уже инициирован, он давно уже повторяет, я думаю, что он-то знает, он уже повторяет. И он, представляете, он так молчал, такая пауза была, и я чувствовал его медитацию. Он сам, понимаете, как-то вот заинтересовался этим вопросом, сам, видимо, для себя стал искать ответ ещё. Вот такой был искренний человек. И он мне сказал такую вещь, которую я всю жизнь руководствуюсь по сей день. До сегодняшнего дня я помню слово в слово, я когда руки беру чёткие, я помню это наставление. Хотя он сказал мне такую вещь, хотите узнать? Да. Ну, это секретная информация вообще-то. Но только для Краснодара, и только вот в день марафона, и только в пандемию это можно говорить, хорошо? Он сказал, что когда ты берёшь в руки чёткие, ты должен сказать себе, что сейчас я ни о чём не буду другом думать. Я буду внимательно повторять свои 16 кругов. А когда ты заканчиваешь 16 кругов, ты должен думать, что завтра я ещё лучше буду повторять Святое Имя. Вот он это так сказал, что у меня аж слёзы прошибли. Я подумал, ну так это же любовь к Кришне. Знаете, я ещё тогда не знал, что такое любовь к Кришне. Я подумал, вот это, наверное, любовь к Кришне же, да, вот он мне сейчас говорит, это любовь к Кришне. И вот это попало мне в сердце. Представьте, это мне помогает и сегодня так же. Вот то наставление. Там 33 года назад практически, да. Спасибо большое. Ты хотел ещё? Есть ещё вопросы? Так, он наш ведущий вопрос, если на руку поднимает. Ну давай, твой вопрос. Спасибо большое, Кришне. Ну, хорошо. Вопрос. Ну, такой он мне интересует уже давно. Вот как, каков механизм проповеди? Вот что действительно будет проповедью? Что повлияет на людей, на их духовный путь? А что нет? Просто, когда какие-то вещи делаешь, всё время кажется, ну, может быть, это вообще бесполезная деятельность, например. Вот хотелось бы узнать, что действительно является проповедью по-настоящему. Я об этом как-то не задумывался одно время, что такое проповедь настоящая. Вообще, что такое проповедь? Ну вот мы читаем, пересказываем, там, людям объясняли какие-то вещи, это всегда было. Я не думал, проповедь или нет, просто делал, был в процессе. Мне было интересно спорить, допустим, с людьми о философии, там, побеждать, ну и так далее. Был азарт свой. Однажды я приехал к матери домой, на Сахалин. Ну, я уже преданный, много лет, всё. И мы сидели за столом с родственниками. Родственники все знают, что я Харе Кришна давно уже. Всё это уже принято, уже всё у нас свободно, обсуждается любая тема. Ну, родственники есть родственники, они больше любят говорить о семье, о прошлом, об отце и матери, о детях, там, о тёте, о дяде, как дела, вот эти мерзкие темы, они у родственников большое место занимают. И иногда я пытаюсь что-то говорить из Писаний, там, так напоминать, какие-то случаи жизни, где вот мы Бога вспоминаем, например. И в какой-то момент я стал рассказать историю. Историю, это известная история, я её рассказываю, но людям всегда почти, почти на каждой лекции об одном торговцу, у которого было четыре жены. Знаю эту историю. Первую жену сильно любит, вторую он тоже любит, и так далее, и так далее. А четвёртую, ну, уже не помню даже, как зовут. Ну, и там раскрывается вот эта вся история, этих отношений, это аналогия, аллегория, что вот есть душа, и у него четыре жены, это его собственность там, и так далее, его друзья, его богатство, его тело. Я рассказываю эту историю. Старшие, они замолчали. Гробовая тишина, такое редко бывает в семье, знаете, потому что всегда кто-то болтается, да, там кто-то что-то говорит, там спонтанно всё, неорганизовано. Но тут, знаете, как вот как будто зрительный зал, да, и на сцене что-то происходит, и все просто слушают. И вот все родственники вдруг стали слушать эту историю. И я почувствовал, что с моими родственниками у меня другие отношения ещё есть, оказывается. Не просто родственные, а ещё духовные отношения. И когда закончилась история, была тишина. И мать сказала первое, она сказала, это была, говорит, настоящая проповедь. Это она мне сказала. Вот это я запомнил. Вот что такое проповедь, оказывается. Проповедь означает, что у нас есть духовные отношения с каждым человеком. Вот это проповедь. Ну и есть попытки, мы учимся проповедовать, мы пытаемся, и в какой-то момент мы чувствуем, правда же. Вот человек, родная душа встретилась. Как он всё понимает? Да, так же чувствует. Да, он так же заинтересовался Кришной. Смотрите. Ну вот это некий такой эпизод, да, иллюстрация к тому, что ты спросила, проповедь. Конечно, что-то внутреннее. Внутреннее вот это единение в стремлениях, да, в осознании. Да, пожалуйста, вопрос. Олег Кришнов, Дородор. А вот есть преданные работники структур в отставке. Практично ли именно им поручить, как бы, распространение там, допустим, книг среди руководства правоохранительных органов? Или это любой преданный? Нет, это практично, я думаю. Это хорошее предложение. Потому что они там знают друг друга, у них там есть друзья, они как бы знают эту работу, эту гуну. Им там будет легче ориентироваться, я думаю. Это было бы очень практично. Останных же не бывает, да, офицеров? Ну да. А есть ли смысл находиться в казачестве? Поможет ли это распространению проповеди? Преданные могут где угодно распространять. И в казачестве, а почему нет? Казаки хорошие люди, так я понимаю. Нет. Самому стоит ли туда, как бы, внедряться, скажем так? Будет ли от этого смысл? Они быстро раскусят нас. Преданные нигде не могут замаскироваться. Это невозможно. И искусственно не нужно. Ну, какой и есть, такой и есть. Казак в сознании Кришны, ну что поделать? Ну, ясно, спасибо. Олег Леонидович, пожалуйста, у нас еще времени. Есть еще какие-то важные вопросы? Один, два, можно? Может быть, вы могли бы рассказать какие-то свои истории из распространения книг, которые для вас очень сильно, так сказать, в вашем сердце они остались, и они вас вдохновили, и вы увидели, что действительно это работает. Да, много таких историй. Поделитесь, пожалуйста. Потому что мы очень часто выходили книги распространять. Мы их еще делали своими руками, эти книги, в те времена. Это было, знаете, что-то похоже на какие-то шпионские страсти, потому что мы из-под поля выходили на улицу. Значит, там милиция, там люди могли сигнал подать против нас, допустим. Это было очень рискованное предприятие. Это всегда, знаете, адреналин был. И требовало большого внимания. У нас даже такая профессиональная походка выработалась, гуляющих по Невскому проспекту, с одной рукой за пазухой, там, где Багавадгита. Вот, нас уже потом так Мелиза вычисляла. А вот это точно с книгой они говорят. Смотри, он руку там держит. Мы тогда делали книжки маленькие еще. И шипанишат. В калинкоровых обложках без названия, как записная книжка, формат. Вот, мы брали ручку просто для вида. И эту книжку, как записную книжку, для вида. И даже Мелиза сначала не подозревала. А потом это тоже научились вычислять, что так мы книги распространяем. Вот. И мы просто к людям подходили и говорили, вот вас не интересует, смотрите здесь вот книга о йоге. В основном мы про йогу говорили. О том, что есть вот сверхдуша в сердце. Это не религия, как бы это философия, наука. Тут есть йога, чакры. Это вот мистические силы тоже описываются. Тут путешествуют на разные планеты. Тут устройство Вселенной. Ну, в общем, такие вещи какие-то мы говорили, подходящие для того времени. Вот. Но Бхагавадью-то было труднее всего распространить. Она очень дорого стоила. Сейчас я вдруг вспомнил ту историю, которую часто рассказываю. На севере мы были, на марафоне, на севере Урала. Было очень холодно. Как говорят, собачий холод был. Мы перебежками просто бегали от подъезда к подъезду, от какого-то там магазина к магазину. Уже куда придется. Просто от холода. Любую там дверь открывали, просто валивались туда. С тележками, с Бхагавадгитами. И мы однажды ввалились в магазин золота. Ну, золото продают, представьте. На севере там люди богатые. И там такая витрина бархатный. Бархат, красный бархат. Там и вот эти золотые всякие украшения висят. Богатый такой магазин. И тут мы вваливаемся с мороза. Вот. Причем развязываем свои там ботинки, чтобы ноги согреть. Вот эти тележки ставим. В магазине никого нет. И там одна продавщица стоит тоже в таком красном платье до пола. Большой такой у нее шиньон такой огромный. Такие золотые серьги. Вся в переснях. То есть, ну как вот тоже витрина золота. Реклама. И она нас смотрит удивленно, что мы ввалились так бесцеремонно. И говорит, а вы что? Что? Что за телеги у вас? Вы кто? Что у вас там? Мы говорим, книги. Она говорит, какие еще книги? Мы говорим, книги о Боге. Но она уже вообще растерялась. Книги о Боге сюда, в золотую мастерскую. А кто такой Бог? Она закричала на нас. И у меня вырвалось, я помню, почему я запомнил эту историю. У меня вырвалось неосознанно. Я говорю, Бог – это живое существо. И она так опешила. Она так удивилась. У нее даже шиньон покосился на 45 градусов. Представьте, она вообще так изменилась. Она просто задохнулась. Эмоциональная женщина была такая. Живое существо. Она сказала, а ну дай мне сюда твои книги, говорит. Все книги взяла, комплект. Ушла куда-то за прилавок, в подсобку. Кому-то распространила. Взяла еще комплект. Еще куда-то пошла. Стала распространять книги. И, в общем, для нее невообразимая вещь, что Бог – это. Я и сам тогда понял, что Бог – живое существо. Это было прямо на Санкт-Петане. Спасибо большое. Это очень вдохновляет. Всегда рассказывать так интересно, что действительно хочется самому просто попробовать. Я, знаете, что хотел рассказать вам тоже одну историю из личной, из личного опыта. Это был «Если можно, конечно». Конечно, конечно. Это был у нас 96-й год, как раз в столетии, что я про упаду. И мы распространяли книги, когда мы распространяли книги в основном комплектами. И по записям мы это делали. Записывали просто, по предприятиям ходили. И вот мы с Шутой Прабхуп попали к одному главе поселкового совета. Зашли к нему и увидели у него уже книги стоящего Прабхупады на полочке. Аккуратно. И мы уже не знали даже, что и говорить ему, потому что увидели, что у него книги есть. Но рядом с этими книгами стояло еще его изображение вместе с патриархом Алексием нашим. Царство Небесное, как говорят. Вот. Он нас внимательно слушал, слушал. А потом, ну он сидел в кресле такой, большой дядька вроде был. А потом, когда он встал, приподнялся, это было что-то больше двух метров такое. И он как закричит на нас. Пошли вон отсюда, мне уже эти книги тут всунули. Я за них заплатил такую сумму денег. А вы мне, говорит, сейчас пришли, сейчас я, говорит, вас заставлю эти книги забрать, еще мне деньги вернуть. И мы, шутфы в рабу, просто растворились, так сказать, в этой комнате. Мы быстро убежали оттуда. Мы не знали, что делать, потому что мы попросили, чтобы подписать, там где-то у него в конторе. Но ничего не получилось. И мы спокойно уже не получилось. Мы уже ушли просто. Это было буквально в канун Нового года, где-то за 3-4 дня до Нового года. А на Новый год как раз у нас был отчет по марафону. И к нам приехал, тоже здесь у нас распространял Анирдеш Вапу, вы его знаете хорошо, Санкертанщик. Это был ученик Харикеш Махаражев, вот он сейчас реанимировался. И вот он на Новый год рассказывает историю. Говорит, вы знаете, я зашел в одну деревню и в одну дверь, говорит, стучусь, чтобы книги люди взяли. Они, говорит, открыли, посмотрели и говорят, слушай, давай, говорит, книги мы эти возьмем. Потому что, говорит, если мы их не возьмем, нам будет плохо. Он говорит, а что такое, что случилось, почему у вас такой негатив? Да вы знаете, тут, говорит, на днях заходили ваши, говорит, кришнаиды к нашему руководителю. И вот он на них, говорит, накричал так, что они, говорит, убежали. Но дело в том, что он, говорит, через день оставил тело. И мы, говорит, теперь, боимся этих книг и боимся всего. Поэтому, говорит, давайте книги мы возьмем, говорит, и уходите. Не знаю, нас спровоцировали это все, но сам факт. Я не знал, что вы так с шуткой можете делать. Я тоже у тебя куплю книги тогда. Да, удивительная история есть, конечно, с Анкиртаной. Может, вы нам еще расскажете что-нибудь интересного? Ну вот я сейчас играю в голове, все очень интересно. Все очень интересно. Я проповедовал на Невском проспекте, у меня была одна Бхагавагита. И, кажется, его кто-то купил тогда. А было уже 10 часов вечера, наверное. Это были 83 года еще. Я не знаю, вышли тогда из тюрьм преданные наши еще или не вышли. Ну, накануне этого. И толпа людей собралась. И милиция приехала. На машине, все как надо. И капитан оттуда вышел и сказал... И закричал мне, Кришна! Так ко мне обратился. И стал говорить, что тут нельзя проповедовать. То есть нет такого закона. То есть мы должны следить за порядком. Вот давай сейчас просто ты спокойно уйдешь, мы тебя отпускаем. Но в следующий раз, не делая этого, договорились. Так, по-доброму ко мне капитан обратился, пожал мне руку. Так, с симпатией как бы. А люди, они говорили ему, а ты кто такой вообще? Давай, иди отсюда. Мы хотим послушать. Ну, в общем, какие-то такие были грубые разговоры. Он не обратил внимания, со мной договорился. Я говорю, ну, посмотрим. Ну, не знаю, ну, как получится. Люди хотят. Через несколько дней ситуация такая же повторилась. Вот, это был его наряд тоже. Я опять стою уже 10 часов вечера. Толпа людей вокруг. Я опять проповедую. И опять Кришна! Капитан этот, боже мой. Я тебя предупреждал. Все, в машину. И такие, знаете, были эти газики такие специальные, желтые, с синими полосами. Там сзади есть такая клетушка для заключенных, значит. Вот меня туда, за эту решетку запихнули. Вот, а люди, они этого капитана схватили и держат, значит. Напали на него. Толпа народа. Ступилась за меня, значит. Водитель, значит, уже там за кабуру держится, испугался, потому что машину окружили. Вот, фуражку уже сбили с головы этого офицера. Давид говорит, выпускаю его, выпускаю, говорит, иначе мы сейчас что? Он говорит, ну что вы сделаете? Машину перевернем. Мы стали раскачивать машину, знаете, эту. Уже все, переворачивают ее. И он открыл дверь, говорит, все, уходи, убирайся отсюда. Это тоже была история Санкирта на те годы. Нас всегда защищали люди. Но потом и милиция тоже стала к нам хорошо относиться, когда уже с нами познакомились в отделениях ближе, послушали нашу проповедь и так далее. Нас уважали, на самом деле. Люди все были хорошие в основном. Это было такое время, когда мы видели, что людям нужна Бхагавадгита, нужно сознание Кришны, нужны регулирующие принципы. Чем больше мы общались, тем больше мы это понимали, что это все, что проповедь сказал людям нужно. Ну что, я вам желаю успешного марафона, чтобы никто не болел в это время, чтобы все были счастливы. И да, чтобы вы не ссорились друг с другом, конечно же, на этом духовном пути поддерживали друг друга, благословляли друг друга, понимали друг друга. Ну что у нас? Заканчивается программа так? Махарадж, еще есть вопрос один. Матвит, сейчас хотела вам задать вопрос еще. Хорошо, давайте последний вопрос. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, откуда берется страх на Санкирдане, который может реализовывать и не давать подходить к людям. И скажите, пожалуйста, как он преодолевается? Спасибо. Страх, он есть в сердце человека, естественно, есть. В материальном мире все основано на этом. И любое действие, когда мы делаем впервые, сопутствует страхам обязательно. Любое общество, куда вы приходите впервые, обязательно будете испытывать страх. Любое новое действие, которое вы хотите начать делать, будет испытывать тоже осторожность и страх. Это естественно. Любой день на Санкирдане, когда вы выходите в начале дня, вы испытываете опять же страх. Но вот уже одна книга ушла, другая книга ушла, и все опять рассеивается. Это иллюзия. Иллюзия, потому что в материальном мире мы не знаем нашей судьбы, не знаем этих людей, мы ничего не знаем, мы себя не знаем. Поэтому страх, естественно, нас защищает в жизни невежестве нашего. Но когда вы проповедуете, начинаете понимать все, что вокруг вас, страх уходит. Поэтому действие важно, да? Это в Гите говорится, что действие, совершай действие, ты должен действовать, Арджуна. Действовать и думать обо мне, он говорит. То есть это для Кришны мы делаем, не для себя. Уже мы получаем как бы бесстрашие, да? Импульс к действию правильный. Поэтому просто вот этим действием, вот этой практикой постепенно мы освобождаемся от всех этих страхов, становимся бесстрашными. Практикуйте, как говорится, трус или чья опасностью. Вот туда нам нужно идти как раз, на Санкиртану. Харе Кришна, удачи всем! Спасибо огромное, Харе Кришна!